Мастер-класс Так вот, мой мастер-класс как раз для вас. Удачи вам! Начинаем! Итак, что нам необходимо для изготовления ожерелья Майт Драконов? Само собой клей рабочий, который я переливаю во флакончик поменьше для удобства. Бежевый джут. Джут зеленый, покрашенный с помощью обыкновенной зеленки. Пинцет для того, чтобы поправить рисунок. Ножницы для отрезания джута. И флористическая проволока. Схему рисунка вы найдете потом у меня на страничке ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме. Еще один небольшой нюанс. Хочу сказать, что в украшении у нас будут использованы вот такие зеленые, скажем, изумруды. Но зеленые камушки, это стекло. И я боюсь, что они сольются на фоне зеленых ниток. Поэтому там, где будут камни, там будет бежевый джут. Значит, нам нужен еще и бежевый джут. Вот вы видите примерное расположение камушков. Я думаю, вот так будет очень даже красиво. Итак, приступаем. Камни пока убираем. Начнем с туловища. Камни пока убираем. Продолж.. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей части. Здесь, где у нас хвостик пошире, нужно будет, конечно, еще положить второй слой ниточки, чтобы он был такой округлый. Укладываем бусинки. Конечно, можно нанизать как бусы, просто на ниточку, но, во-первых, больше надо будет бусин, а, во-вторых, мне кажется, вот так будет интереснее. Они выглядят более крупными. Если у вас нет бусин из стекла, можете использовать, ну, в принципе, и пайетки подойдут, любой бисер. Когда клей подсохнет, нужно поглубже вдавить в джут бусины. Сделайте небольшое расстояние между бусинками. Мы будем закреплять их с помощью бежевого джута. Вот таким образом. Такой змейкой укладываем бежевый джут. Бежевый джут. Нет, обрезать мы не будем. Сейчас подсохнет клей. Мы развернем джут и в обратную сторону точно так же змейкой проложим его. И я думаю, еще раз нужно это сделать, чтобы закрепить окончательно бусины, а может даже и два. Посмотрите, чтобы бусинки были в безопасности, хорошо держала их ниточка. Потом очистим их от клея. Можете не волноваться. А вот маленькие, пожалуй, достаточно, иначе их не будет видно. Два раза. Просто мы их еще клеем зальем, укрепим и все. Поправляем нитку, когда подсохнет клей. Теперь еще раз пройдемся по брюшку бежевым джутом, чтобы оно у нас было таким, вернее, это уже будет не брюшко, а спинка, и она нам нужна выпуклая. Так, можно начать с любого конца, конечно, с любой стороны. И укладываем так с двух сторон от камушков. Приступаем к изготовлению крыльев. Берем зеленый джут. Вот я сделала полоску из двух ниточек. Все делается элементарно, смазывается клеем. Можете даже не укладывать там на файл. В руках вот так все это соединили. Ну, если вам трудно в руках, можно и на файлике это сделать. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы вот так светились камни, были поярче, под них можно уложить фольгу. Если вам этот эффект не очень нужен и не понравится, можете этого и не делать. Но сейчас я покажу. На клей, конечно... Видите, камушек начинает светиться изнутри, фольга отражает свет и он становится более ярким. Фольгу посильнее там утрамбуйте в джут. Вот, отлично. Прячем под жутом фольгу. Обвивайте столько раз, чтобы камни хорошо держались. Ну вот я два раза, поэтому мне кажется, что достаточно и камушки уже хорошо укреплены. Втираем клей обязательно, потом камни очистятся легко. Когда уже работа будет завершена дополнительно, естественно, мы укрепим все это клеем ПВА пополам с водой. И клей ПВА будет держать камни еще лучше и прочнее. Точно так же сделаем вот в этой части крыла. Вот дракон уже обрел оба крыла. И сейчас мы будем доделывать хвост, а потом уже примемся за голову. Мы его оттяним джутом зеленого цвета изумрудного. Начнем с вот этих завитков. Дом, мы их не вместе. Давайте обрел обрел... Мы кажем в чайном фольгу. Наши лица туш. Наши лица. Они сейчас используют вас. Они не часто используют. Котанец. Йudя. Дорога. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Мы можем все это снять. И это мы и сделаем. Замечательно. Смотрите, вот шевелится, хвост дракона шевелится, чтобы мы могли надевать это на шею. Пусть подсыхает туловище дракона, а мы будем делать голову. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Втираем клей обязательно. Втираем клей обязательно. Видите, уже вот такое подобие мордочки у нас образуется. глазки у нас будут желтые. можно вот так. Можно вот так. еловечка. Внимаеттый гер mist requests. А я не могу поч Sichу. Посмотрите продолжение в следующей серии. Клиначо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот уже глазки вырисовываются У него же еще должны быть и рожки Вот рожки И ноздри Ноздри сделаем Тоже, наверное, зелененьким джутом Так, может и вот так Да, тогда мордочка будет более выразительной Мне кажется, нужно ее оформить зеленым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот туловище нашего дракона с хвостом Которая будет обвивать вашу шейку А это голова Вот голова такая, сердцевидной формы Капельками такие глазки я сделала из стразиков И рожки Тоже из стразиков перламутрового цвета На обратной стороне возьмите, сделайте полосочку Вот из четырех-трех ниточек Чтобы соединить с обратной стороны голову и туловище Сажаем на клей голову Соединяем Вот таким образом И с обратной стороны закрепим Вот так Посмотрите Вот наш дракон готов к полету Готов обвить вашу шею хвостиком И я хочу небольшой такой совет дать Потому что джут, обработанный клеем, достаточно жесткий и колючий И когда вы будете одевать на голую шею Это будет неприятно Поэтому обязательно обработайте изделие акриловым бесцветным лаком Он придаст такую приятную бархатистость И вам будет удобно носить ожерелье Итак Наше ожерелье готово Я думаю, что вам понравилось Делать его вместе со мной И получилось очень даже неплохо Удачи вам, всего хорошего До свидания Оставайтесь с нами Продолжение следует